В период коронавирусной пандемии граждане стали отказываться в первую очередь от краткосрочных кредитов. Также перестали пользоваться спросом в том числе и из-за отсутствия одобрения со стороны банков необеспеченные займы. Однако у крупных государственных банков все-таки отмечается рост показателей кредитных портфелей. Основной причиной роста является выдача ипотеки на льготных условиях. Эксперты отмечают, что доходность кредитных организаций падает из-за снижения востребованности кредитных предложений. После отслеживания различных кредитных портфелей эксперты отметили, что самыми непопулярными стали необеспеченные кредиты. Снижение спроса на займы без обеспечения началось еще в январе, но во время пандемии темпы снижения ускорились. Самые крупные кредитные организации потеряли порядка 10 ПП. Пострадали и те банки, которые специализируются большей частью на автомобильных кредитах. Как поясняют эксперты, когда наступает кризисный период, кредитные организации отдают предпочтение не наращиванию прибыли, а снижению рисков. При этом ипотека все еще остается востребованным кредитом, особенно в тех случаях, когда предоставляются льготные условия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.